Всем привет друзья! Вы на канале общение и саморазвитие и сегодня мы поговорим о вреде и пользе чая с бергамотом. Каждый из нас хотя бы один раз в жизни пробовал чай с бергамотом, но его польза и вредные свойства, а тем более как его правильно заваривать, знакомы не каждому, поэтому сегодня я сосредоточу свое внимание именно на этом. Вкус этого напитка перепутать с чем-то другим очень сложно. Терпкий и немного пряный и вместе с тем освежающий вкусовой оттенок запоминается надолго. И часто любители чаепития отдают предпочтение именно ему, при этом даже не замечая остальные сорта и виды чая. Один из популярных ароматизированных чаев в Европе, Эрл Грей, изготавливается из индийского и цейлонского сортов, а дополнительно для аромата и пользы добавляет в него масло из кожуры бергамота. Название свое этот чай получил благодаря английскому дипломату 19 века Чарльзу Грею, который первым завез этот вид в Европу. Что такое бергамот? Бергамот это растение семейства цитрусовых, похожее на лимон. Выращивают бергамот в итальянской провинции Калабрия. Наименование растения созвучно названию города Бергамо. Считается, что в этом городе впервые узнали о целебных свойствах этого растения. Сам по себе бергамот несъедобен, а вот эфирное масло, добываемое из растения, помогает избавиться от многих недугов. И хотя многие думают, что это какая-то трава, которую добавляют в чай как мяту или мелису, на самом деле это маленькое растение. Чайная заварка приобретает аромат, когда в нее добавляют эфирное масло бергамота. Особенностью чая с добавлением бергамота является не только приятный аромат, но польза для организма. Этот целебный напиток поможет справиться с проблемами желудочно-кишечного тракта, улучшит аппетит, окажет дезинфицирующее, противовирусное и антисептическое действие. Особенно полезно пить чай с бергамотом при лечении инфекционных и воспалительных заболеваний, а также можно использовать для снижения температуры, благодаря охлаждающему эффекту этих плодов. Помимо этого, напиток обладает антигрибковым действием. С помощью чаев с добавлением бергамота можно укрепить иммунитет, повлиять в лучшую сторону на мозговую деятельность, повысить концентрацию внимания. Многие доктора рекомендуют пациентам использовать полезные свойства бергамотового чая в качестве антидепрессанта, ведь он поможет избавиться от тревог и страхов, поможет побороть стресс и напряжение, а еще он прекрасно бодрит и нормализует сон. Помимо чисто лечебных свойств, необходимо отметить и другие полезные свойства чая, ведь чай с бергамотом является и отличным афродизиаком. Мамы, кормящие грудных малышей, могут пить чай для повышения лактации. Если регулярно употреблять этот напиток, то можно снизить уровень холестерина в крови, артериальное давление и очистить организм от шлаков. Для того, чтобы почувствовать себя бодрым, можно понюхать масло из бергамота или выпить чашечку чая с этим растением, ведь бергамот помогает побороть усталость и раздражительность. Полезен и в рабочее время, ведь он тонизирует, придает силы и обладает расслабляющим эффектом, что помогает организовать и провести многие дела. Хотя изначально был известен черный чай, в настоящее время можно приобрести и зеленый чаи с этой добавкой. И хотя именно зеленый чай сам по себе обладает повышенным содержанием кофеина, который оказывает возбуждающие действия на организм человека. Добавление в зеленый чай бергамота помогает снизить тонизирующие действия кофеина. Настои, отвары, чаи с бергамотом помогают снять воспаление кожи, нормализуют работу потовых и сальных желез. Для удаления угревой сыпи, раздражения и появившихся гненечков можно использовать, а если употреблять регулярно, то уходят пигментные пятна и веснушки. Для предотвращения шелушения кожи головы можно смело применять заварку, ведь в настоящее время выпускается бальзам-кондиционер «Зеленый чай с бергамотом». Он укрепляет тонкие и ломкие волосы. В состав этого кондиционера входит также витамин С, натуральное эфирное масло бергамота и экстракт шиповника. Такой состав средства помогает росту волос, делает их более гладкими, сильными и блестящими. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Как таковых данных о вреде чая с бергамотом нет. Вред может нанести злоупотребление эфирным маслом, потому что оно является активным аллергеном. Поэтому людям склонным к аллергическим реакциям необходимо осторожно пить чай с добавками бергамота. Да и перечисленные положительные свойства не оказывают большого воздействия на организм сами по себе. Чай – это прежде всего напиток с приятным вкусом и ароматом, так как большинство полезных свойств все-таки разрушаются под действием высокой температуры. Также необходимо знать, что вещество тимол, содержащееся в бергамоте, может быть опасно и вызвать тошноту, рвоту, сыпь, боли в желудке. Все, конечно, зависит от индивидуальной переносимости того или иного продукта, но тем не менее, надо помнить, что при частом употреблении чая с бергамотом может развиться фототоксичность. В таком случае нельзя появляться с открытой кожей на солнце. На клумбах любителей цветоводства часто можно встретить бергамот садовый или бергамот лимонный – эфирно-масличные травянистые растения, которые еще называют маранда-бергамот. Родина этого растения – Северная Америка. Аромат маранды напоминает запах бергамота. Маранда-бергамот – лекарственное растение семейства губоцветных с нежным лимонным запахом. Лепестки этого растения можно добавлять в чай. Напиток приобретает изысканный привкус, очень похожий на вкус чая с бергамотом. В этих лечебных растениях тоже содержится большое количество эфирных масел. Если вы решили приобрести эфирное масло, то следует обращать внимание на этикетку. Эфирное масло бергамота – это бергамот-ойл, а масло маранды – это маранда-ойл. Чай с бергамотом, как и чай с лимоном, совершенно не сочетаются с молоком. Предлагаем вам простые правила заварки. Они подходят для заваривания всех видов чаев. Сначала надо подготовить заварочный чайник. Для этого его необходимо ополоснуть кипятком. Затем положить вовнутрь заварку из расчета 1 чайная ложка на 1 чашку воды. Воду необходимо держать на огне до тех пор, пока не станут подниматься столбики пузырьков вверх, иначе их называют хвосты дракона. Заливаем немного остывший кипяток в чайник и даем настояться 4-5 минут. Лучше всего пить чай с бергамотом вместе с медом. Правда, этот напиток надо заваривать тоже немного по-другому. Как именно, можете прочесть отдельную статью о пользе и вреде чая с медом на нашем сайте по ссылке в описании. Но в любом случае, неповторимый вкус чая с бергамотом наполнит ваш дом во время чаепития приятным ароматом. Это то, ради чего обязательно стоит попробовать этот необычный, вкусный и невероятно полезный напиток. Ну и естественно, мы еще отдельно будем рассказывать о полезных свойствах бергамотового масла и самом этом растении. А также вы можете узнать о многих других полезных видах чая на нашем портале обучения и саморазвития. Ну а на этом еще не все. Вернее, все только начинается. Не забывайте подписываться на наш канал «Общение и саморазвитие», чтобы общаться, становиться мудрее, успешнее, осознаннее и развиваться вместе с нами, с нашими экспертами, а главное с огромным сообществом постоянно развивающихся в разных направлениях людей, которые мы многие годы вокруг себя собираем, среди которых вы легко сможете найти себе правильных друзей для общения и саморазвития. Ну и конечно же, кроме подписки на канал, надо еще рядом с ней обязательно нажать и на колокольчик, чтобы быть в курсе всех последних и самых полезных видео на разные темы. Также не забывайте поставить лайк, если вам понравилось и было полезным данное видео. Пишите свои комментарии, замечания и вопросы по теме под этим видео уже сейчас. Наши эксперты постараются отвечать на все максимально экспертно и быстро. А если вы можете и хотите поддержать развитие этого полезного канала материально, то вы найдете ссылочку для этого в описании или первом закрепленном комментарии, а также поделитесь ссылкой на это видео с друзьями, которым будет это полезно. Давайте делать больше хороших дел друг другу и поднимать доброту и осознанность общества вместе. Ну и конечно, заходите на наш официальный сайт «Портал саморазвития», где вы сможете прочесть этот материал более внимательно, если не успели всего запомнить или хотите выписать самые понравившиеся и важные моменты. Ссылка на сайт и на эту статью уже в печатном виде будет в описании. А на этом я с вами прощаюсь. Рекомендую посмотреть и другие видео на нашем канале. И, естественно, желаю вам мудрости, любви, успеха, замечательного дня и всех остальных благ. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто. Ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok